Когда вам нужны деньги, они нужны вам именно сейчас. В отличие от других сервисов, займер.ру – это робот онлайн займов. Он работает без участия человека. Как только вам понадобятся деньги, заполните заявку онлайн, и нужная сумма моментально будет отправлена вам на карту. займер.ру – лучший способ быстро занять деньги. Сначала на заправку? Ты с ума сошла? Ты же в банк хотела. Поехали в банк, потом на заправку. Фига узнает, сколько мы времени на заправке, блин. Блин, прикинь, вот так вот назвал трансляцию просто Машошина, и позаходила куча человек. Ну, ладно, поскольку люди позаходили, блин, расскажу за Машошину. Мат, ты знаешь, что такая Машошина? Нет. И слава богу. Короче, Машошина выстреливает на днях, пишет мне, Леша, буду тебе мстить. Ко мне попали такие твои фотографии, все, Леша, все про них узнают. Вот. Такое что-то стреляет. Она говорит, Леша, ты поступил очень плохо. Тебе хана. А что ты делаешь? Машошиной? А что это такое? Машошина это девочка. Маленькая девочка, 14 лет. Сосала много песенок и пила мочу. Я у меня была та же самая вообще реакция, господи. Ну, кто я виноват, правильно? Я песню запомнила. Так, давай вернемся домой. Да нет там никаких жестких фон. У меня в принципе, ну, как бы, ну, я достаточно умный человек в этом плане. И, ну, свой песенок никогда не фотографирую. А более того, я его никому не высылаю. Типа, что, мало ли, вдруг это... Ни в кого не тыкать. Не, ну, тыкать то тоже такое, мама. Вот. Чтобы... Чтобы это никуда не попадало. Набрать меня? Ты сейчас хочешь ли я раз со мной поговорить? Блин, ну давай поговорим. Ты мне сейчас реально наберешь? Да нету мне никакого образования. Я вообще, короче... Лох. Не образованный. Так мы домой едем? Да. Фу, ничего не происходит. А что же я говорил? Машошина мне будет мстить. Нету никакого образования. Да, видно. Видно, видно, что у меня нет образования. А мне видно, что у меня нет образования, мама? Неужели это бы тупой? Я в Днепре учился в колледже технологии дизайна. Вообще такая конюшня жесткая. Как? Она сказала, типа, говорит, Леша, ко мне попали твои какие-то жесткие фотографии. Все, буду всем рассылать, всем показывать, всем сбрасывать. В твиттер выложу. Все, все сделаю. Тебе будет плохо. Я тебя уничтожу, говорит. Да. Маленькая девочка, 14 лет. Вот, и там ничего особого нет. А, она еще всем говорит, что мы с ней, типа, замутили. Прикинь, молодая девочка, 14 лет, которая носит песюны и пьет мочу. Да, Леша, что ты мне гадостей такие рассказываешь? Фу. Короче, вот. И там Лера собиралась меня набирать. Лера, ты мне наберешь? Она еще тут? Лера. Позовите Леру. Здорово. Где Лера была? Там все уже замашушены все порешали. Где Лера? Она мне набрать хотела. Лера. Вообще-то без настроения. Я думала, сколько надо будет еще. Окей. Ты пока со своим хачом, теперь перископом. Я сидел, смотрел дневник хача, пока нам нужно было куда-то ехать. Но мама, кстати, тоже без дела не сидела. Она листала ленту фейсбука. Мама без дела не сидела. Листала ленту фейсбука. Ну. Ну, кто все время виноват? Скажите мне, покажите этого человека, который все время виноват. Вот человек, который во всем виноват. А винит этого человека. А вот кто виноват на самом деле, а винит меня. А виноват на самом деле, а винит меня. Да. Лера. Блин, ты с ума сошла? Ты мне тоже собиралась позвонить и ушла. А он большие коробки не возит. Видел, у него там одни письма? Да, одни хача, нормально. Вот, ма. А вот я. А вот мама. А вот я. А вот мама. А вот опять я. Ты сгоняешь? Заодно, кстати, ищет посмотришь. Мама хорошо выглядит. А я плохо, потому что у меня нет образования. Мама 25 лет училась. И зачем? Что тебе надо было? Ты сам все время говоришь, мам, что ты такая умная? Каждый день. Потому что училась в Днепре, не хваталось Днепропетровских. Не, я сам, кстати, это сам днепропетровчанин без понтов, не Днепропетровчанин. Ну, то есть, это вообще, это просто, это что-то невозможное. Что ты смашошенный? Ну, ничего смашошенный. Просто у девчонки закончилась депрессия, она перестала плакать целыми днями. Но он вчера там, спасибо за жевачку, вчера там что-то в мост ходила. Ну, то, что в перископе все время плакала? Ну, она не плакала. Она жаловалась этого на жизнь? Что я говорила, что она может жить самоубийством по коже? Это не так? Нет, другая. Другая. Это то-то не та вообще, фу. Это девочка, которая раскаивалась во всех своих деяниях. Фух. Теперь можно материться. Ну, я вынесу потом. Ну, я вынесу потом. Сейчас прям. Ну, я вынесу. Ну, я вынесу мусор. Этот. О чем мы там разговаривали? Я забыл. Блять. Машошина. Что Машошина сделала? В который раз я уже сегодня говорю. Машошина. Да. Пишет мне. Леша. Ну, ты же смотри. То ко мне попали... О, боже мой. Ко мне попали такие твои фотографии, Леша. Я тебя просто уничтожу, говорит Леша. Там все. Тебе хана. А вот мне Лерка разговаривала. Лерка меня сейчас пропущенный оставляет. Уже второй. Вот. Идешь-ка. Уничтожу, говорит. Да. А замес в том, что эти фотографии, которые она собралась сливать, их видела половина днепра. Серьезно. Блять, Романченко мне вот уже в вайбере звонит. Ну, че. Она пересосала пару хуев, выпила мочи, там, на нее конченули. У нее всю жопу была обкончена. У меня есть фотографии, там, где она хуй сосет. Если кому надо, напишите в личку, там, может, сброшу вам. Вот. Ну, в принципе, за это она мне хочет мсти. Ну, как бы, у меня позиция такая. Сначала я ее защищал, мне ее было жалко. А потом я принял позицию, шлюхи должны страдать. Серьезно. Блять, она мне уже пять пропущенных оставила. Ребятуль, давайте этот. Там, походу, что-то важное, что-то срочное, серьезное. Пишет, Леша, заебал, звоню тебе. Все. Давайте, короче, пойду я с ней все-таки поговорю.